Минутку у нас в гостях будет Алиса Чудновская, рассказывает, она будет о дистанционном образовании и обо всём, что с этим связано. А это ваше радио, меня зовут Игорь Голубчик, мы продолжаем. Сегодня в гостях у нас Алиса Чудновская, говорить мы будем на тему онлайн обучения. Алиса, судя по всему, насколько я знаю, в этом эксперты и сейчас, как известно из-за ковида, многие перешли на дистанционное, все практически перешли на дистанционное обучение. В связи с этим много проблем возникает в школах, с детьми, как это всё высидеть вообще, как это родителям всё вытерпеть, вот это обучение дома. Ну и что касается людей, которые поступают в колледжи, в университеты, свои проблемы, потому что отменяют всякие тесты, которые нужны для поступления в высшее учебное заведение и так далее. Ну, точнее, не отменяют, а в ВД изменяют. Алиса, привет! Игорь, здравствуйте! Очень приятно быть у вас в эфире. Расскажи, если можно, в двух словах о себе, вот так как ты эксперт в этом, расскажи, как ты попала вообще в это, в эту тему, и как же нам быть дальше-то с этим дистанционным обучением? Да, конечно. Я только что закончила бакалавру в Университете Illinois at Urbana-Champaign по математике. Меня представлять как эксперта с многолетним стажем, наверное, сомнительно, поскольку я всё-таки только совсем недавно была студентом. Но мне кажется, что именно те люди, которые недавно проходили, именно те бывшие студенты, которые недавно проходили процесс подачи заявок в университеты и живут и дышат этим, именно и являются наиболее следующими в этой теме. Я попала в это абсолютно случайно, и мне кажется, что для меня этот опыт был, пожалуй, один из самых полезных в моей жизни, потому что обычно подают заявки только один раз при окончании школы. Таким образом набирается опыт помощи в составлении заявок для других людей, и таким образом появляются очень важные выводы, которые сам человек только с личного опыта не смог бы сделать. И мне кажется, что это очень насущная проблема сейчас для всех, и я бы хотела в эфире вживую проанализировать вопросы, которые, я убеждена, всех сейчас интересуют, и какие на них есть сейчас решения. Окей. Если у кого-то возникают вопросы, можете позвонить 888-612-9612, 888-612-9612. Ну, я уже говорил, судя по всему, может быть, не все, но какие-то учебные заведения, а может быть, и все этой осенью также продолжат дистанционное обучение, невозможно будет вернуться обратно в классы. И вот как с этим быть? Дети и так уже с ума сходят. А родители, по-моему, еще больше с ума сходят, чем дети. От того, что нужно сидеть дома в Zoom, пытаться что-то делать. Это отличный вопрос. Мне повезло, и я об этом знаю немного больше, чем мои коллеги, поскольку меня попросили посидеть в комитете о модификации по поводу коронавируса в моем университете. И у меня есть самые свежие новости по этому поводу. Этот вопрос очень сложный. Я могу сказать, что хороших решений по любому вопросу здесь нет. Как тестировать учеников, чтобы убедиться, что тот, кто сдает, это тот, кто действительно учил, и тот, кто должен сдавать этот тест. Как правильно предоставлять домашние задания, как предоставлять лекции, если у кого-то не работает интернет или студент сидит в Китае. Есть очень много проблем, и пока что элегантных решений на них, к сожалению, нет. Можно предположить, что некоторые ученики и студенты даже бы захотели вернуться в живую в университет, поскольку студенческая жизнь осенью. Но, к сожалению, очень много проблем происходит с другой стороны этой задачи, потому что профессора не очень хотят преподавать вживую. И сейчас даже в одном университете, если я правильно помню, в Michigan State, профессора подали петицию, чтобы иметь возможность на выбор, то есть выбирать метод преподавания онлайн или вживую. То есть вопросов очень много, хороших решений нет. И нужно определяться с тем, что работает для каждого конкретного студента и ученика в каждой конкретной семье. Потому что... Я понимаю, но это просто какая-то неподъемная проблема. Это проблема действительно неподъемная. Если быстро вбить в поисковик финансовые проблемы, с которыми сейчас сталкиваются все университеты, можно даже понять объем этой неподъемной проблемы. Не стоит сумасшедшее количество денег. Подожди, а скажи мне, вот люди, которые, допустим, я не знаю, sophomores, seniors, juniors, doesn't matter, в университетах, колледжах, они платят tuition, да? Они продолжают платить tuition во время ковида? Вот они с марта платят tuition или это как-то приостановилось? Что обучение же продолжается дистанционно? Или что-то поменялось с этим? К сожалению, ничего не поменялось. Один из самых больших скандалов в этой области был с Georgetown University, где университет объявил об отмене занятий вживую на день позже срока отмены регистрации на это семестр, чтобы студенты могли получить обратно стоимость за это семестр. И университеты теряют деньги на всем этом с такой скоростью, что им просто невыгодно уменьшать цены. Большинство университетов и так уже закрывают все только что невозможно. И я боюсь, что это окажет очень негативное влияние на всю нашу систему образования. Подожди, скажи мне, давай я с другой стороны попробую тебя спросить. И мне почему-то казалось из всех материалов, которые я читаю и смотрю и так далее и тому подобное, что частные университеты колледжи у нас в стране зажрались, я имею в виду еще до ковида, что сумасшедшие совершенно суммы уходят на образование, повышают университеты колледжи, повышали стоимость обучения просто никем не регулируема. И все эти студенты, да, все вот обсуждения, в том числе и политические, что студенты выходят из университетов и должны чуть ли не полжизни потом выплачивать долги за обучение. То есть они же все эти деньги себе забирали все это время. Они что, не могут протянуть несколько месяцев, а то и год без них? Это отличный вопрос. То, что сейчас волнует очень многих студентов на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Как человек, который выбрал идти в более дешевый штатный университет, чем, например, в частный университет уровня Гарварда, я могу сказать, что есть какого-то рода миф, что частное образование каким-то образом лучше в некоторых специальностях, чем общественное. И можно сказать, если посмотреть на финансы этих университетов, меня очень интересовал этот вопрос, и это может сделать любой человек, потому что большинство этой информации находится в общем доступе. Мне кажется, что эти университеты, судя по их поведению после отмены учебы вживую вследствие коронавируса, действительно имеют такие сумасшедшие запасы денег. То есть кафедры закрываются, отменяется очень большое количество сервисов в этих университетах. И я бы сказала, что выводом здесь должно быть не обязательно то, что университеты наживаются на, насколько наживаются на деньгах студентов, а скорее то, что вся система очень неэффективно расположена. То есть очень много сервисов входит в стоимость обучения в данном университете, которыми студент может вообще практически никогда не пользоваться. И эти сервисы, хотя они уже включены в структуру американского образования и в структуру того, что этот университет предлагает, они не обязательно остаются актуальными при переходе на онлайн-режим. Поэтому мне кажется, что мы человечески сможем увидеть меньшие цены на образование, если университеты сумеют разумно себя переструктурировать так, чтобы это было реалистично для студентов, которые не проживают на кампусе. Окей. Понятно. Хорошо. А скажи, что с тем, что непонятно, что будет осенью, непонятно, будет продолжаться дистанционное обучение, или все-таки какие-то учебные заведения откроются. Что делать людям, которые собирались в этом году поступать? Я вот читал, что некоторые считают, что лучше подождать годик, я не знаю, набраться какого-то другого опыта, попутешествовать, насколько это возможно, или просто поработать, вместо того, чтобы поступать именно в этом учебном году, который начинается, да, в конце лета, осенью. Потому что черт его знает, что будет с ковидом. Это зависит от личных целей каждого студента. Если у вас цель получить именно диплом и фишку из престижного университета, вам, наверное, скорее лучше подождать и взять промежуточный год. Есть очень... Хотя, может быть, путешествовать сейчас не можно. Есть очень много других родов деятельности, которые все равно будут полезны и которыми можно заниматься, не выходя из дома. Это всякого рода стартап, волонтерская деятельность, продолжать образование и взять, может быть, несколько базовых курсов через Coursera. Есть очень много вариантов, как все равно поддерживать компетентность, как абибриент, но в то же самое время не платить сумасшедшее количество денег за первый курс, где у вас не будет возможности получить то, за что вы действительно платите такие сумасшедшие деньги. Это нетворкинг и общение именно с другими, активное общение именно с другими ребятами и с высокого ранга преподавателями. Если у вас другая цель, это саморазвитие или, может быть, вы идете к какой-то конкретной профессии или карьере, то вам... И вы не рассматриваете университеты, у которых будет сумасшедшая стоимость, то вам, может быть, имело бы смысл все равно попытаться туда поступить. Мне кажется, что... Если учесть, что большинство университетов... Нет, не большинство, 300 университетов в этом году не сделали набор для своего класса первокурсников и даже продлили эдлайны до 1 августа. Поэтому я думаю, что если вы пытаетесь попасть в более низкого ранга, в менее высокого ранга университет, то вам... Вы сможете это сделать без особых усилий, но вы должны тогда конкретно знать, к какой цели вы идете и зачем вы это делаете. И вам тогда вся эта дополнительная мишура про нетворкинг не обязательно актуальна, и вы можете ее получить просто по сфере вашей деятельности и через другие ваши активы. Окей. Скажи еще, пожалуйста, вот расскажи про все эти экзамены, ICT, SAT. Как с ними обстоят дела? Как это дистанционно-то будет сейчас работать или работает уже? Брать эти тесты, не брать эти тесты дистанционно? Ситуация с тестами очень сложная. И это проблема, которая присутствует не только даже со стандартизированными тестами, а даже просто с тестами в школе или в университете. Провести экзамен с той же степенью достоверности, что тот, кто сдает, это действительно тот, кто занимался, и кто должен сдавать этот экзамен, практически невозможно в режиме онлайн, несмотря на технологии сумасшедшего качества. Как показал исключительно неспешный опыт AP-экзаменов, этой весной, это просто нереалистично. И колледж-борд решил, что ввести SAT в виртуальном или диджитал режиме он больше не будет. Что достаточно большой удар для студентов, для 11-классников и 12-классников, для которых сдача этого экзамена была очень важна для поступления в следующем году. Я им, честно говоря, не завидую. Но есть варианты, как все равно иметь шансы на поступление, даже без дачи этого экзамена. Во-первых, есть ACT, это эквивалентный экзамен SAT, продолжает существовать в виртуальном режиме, что означает, что пока на SAT вживую абсолютно не осталось больше мест, на виртуальной ACT подписаться можно, и результат по этому тесту принимает большинство тех же самых школ. Также университеты абсолютно знают всю ситуацию с коронавирусом, и они будут продолжать принимать заявки без присутствия этих экзаменов. Это не наилучший случай, не оптимально, но есть варианты, как все равно представить себя успешно. Я бы лично рекомендовала какой-то уровень аккредитации. То есть, например, взять настоящие университетские курсы через Coursera, или Udemy, или LinkedIn Learning, чтобы показать университетам, что вне зависимости от, может быть, неизвестной школы, в которую вы заканчиваете, или в которой вы сейчас учитесь, у вас есть нужный уровень знаний по каким-то предметам. Этот штампик, хотя не будет совсем SAT, но может оказать примерно такой же эффект на представление вашей заявки. Понятно. Окей. Компликейтед став. Если у кого-то возникают какие-то дополнительные вопросы, можешь ли ты помочь разобраться, может ли вот этот стартап, о котором я говорил вначале, помочь как-то с этим разобраться? Как связаться, куда обращаться? Да, конечно. Немножко о компании, в которой мне настолько повезло работать. Компания называется Hermione Education. Это инновационный стартап-проект, выпускницы MIT Business School. И у нас собралась команда очень талантливых людей. Мы не хвастаемся нашими дикломами. Я именно говорю, что большинство моих коллег действительно личности, которые взяли устремленные, и у которых есть активный интерес к какой-то сфере деятельности. Мне кажется, что работа именно с такими людьми оказывает положительное влияние, вдохновение к чему-то на детей. Мы в основном занимаемся разработкой стратегии, разработкой стратегического плана для поступления в университет. Часто обращаться к натягиванию балла по какому-то тесту и в последнюю минуту помощь с написанием сочинения оказывает очень маленькое влияние на ваши шансы поступления в какой-то университет. Большинство наших клиентов, мы с ними работаем начиная с 7-го, с 8-го класса, и мы не просто выгодно представляем их портфолио в заявке, мы помогаем им правильно выстраивать это портфолио. Мне кажется, что это на самом деле наиболее правильный метод для успеха в дальнейшей академической и профессиональной карьере. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожелания по этому поводу, компания называется Hermione Education, как Hermione из Гарри Поттера, но с буквой «А» до конца, Education как образование, и наш веб-сайт hermioneeducation.com. Нас также можно найти на Инстаграме и на Фейсбуке. Я очень советую рассмотреть наш блог, который находится у нас на веб-сайте. Мы все туда пишем наши впечатления, наши опыты в наших университетах, то, чем мы занимались, когда мы были в школе, наши с точки зрения по поводу событий, которые сейчас происходят в мире на тему образования. И мне кажется, что такая живая информация очень нужна, потому что ее редко возможно получить из уст человека, который не находится в центре всего этого процесса. Мы также сейчас начали новый проект, который называется Hermione University. Я знаю, что сейчас очень насыщена атмосфера всякими новыми проектами. Практически каждая компания сейчас выпускает свои онлайн-курсы, и голова идет кругом от того, как правильно выбрать, что заинтересует вашего ребенка, на что действительно стоит подписаться. бесплатное, платное, синхронное обучение, несинхронное обучение. Есть очень много разных вариантов. Чем отличается наш проект, чего я не сильно видела в других компаниях. У нас наши инструкторы, наверное, имеют педагогический опыт, но они также профессионалы в своей области, с многолетним стажем. То есть с вашим ребенком будет работать не просто преподаватель, который работает в школе много лет, это будет человек, который может дать вашему ребенку понятие о том, как выглядит эта профессия, как, что, то есть, сможет зажить интерес или привить любовь именно к этому предмету, не как к школьному предмету, а как к потенциальной будущей сфере деятельности. И мне кажется, это достаточно уникальная возможность, поскольку у нас маленькие классы, от 7 до 10 человек в каждой группе, и у каждого ребенка будет возможность пообщаться с ребятами, интересующимися той же самой деятельностью со всего мира и личное общение с преподавателем. Я лично буду преподавать курс по занимательной математике, фокусирующейся на последовательности всех фракталах и прогрессиях, потому что мне всегда нравилась та математика, в которой нет цифр и вычислений. Ну-ка, супер. Спасибо большое, Алиса Чудновская. На Фейсбук Алису также можно найти, alice.chudnovsky. Алиса, спасибо большое. Игорь, спасибо большое за эфир. Надеюсь, эта информация была полезна. Да, я думаю, что мы еще пообщаемся в эфире, может быть, через недельку-другую и еще проясним какие-то такие моменты, потому что, опять-таки, это важно сейчас на тему. Буду благодарна любым вопросам дополнительным. Если кого-то что-то конкретное интересует, буду рада помочь и ответить. Супер. Спасибо. Спасибо. Вам тоже. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok